Это выбирать героя. Дополнительное время. Очередь Тим Импая запрещать героя. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Очередь команды Сил Света запрещать героя. Очередь Тим Импая выбирать героя. Очередь команды Сил Света запрещаем героя. Осталось 10 секунд. Осталось пять секунд. Дополнительное время. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Очередь команды Сил Света выбирать героя. Дополнительное время. Дополнительное время. Дополнительное время. unts с Heroin Света выбирать героя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 он сейчас еще качается через the swarm они очень дорогие я понимаю что не где-то могут помочь дать vision хорошие минус армора так далее но уверу которого даже нет аквилы для него это не так и даже не можешь не пользоваться тебе просто на будущее когда-то для ласт хита лучше было взять на самом деле джин это так безусловно сейчас под вышкой ему бы позволило это пару-тройку крипов добить наверняка он пока только одного пропустил тут тоже система весьма обычная хотя вот мы видим что пропускает он вару крипов действительно потратить кучи чтобы добить чё крипа лэйн очень сильно спушился так тут у нас нападение на бэйна и бэйн действительно на маленьком количестве здоровья находится плюсом только второго уровня так что брэйн сап там всего на 90 единиц здоровья его восстановит касочки пошли высосал большого крипа и пивер отдается рошану да и тут у нас еще продолжается погоня в этот раз рубик набрасывается на габлака но честно говоря у рубика шансов тут немного потому что макайший львен армор второго уровня нет ни иди сюда иди отсюда рубика 7 секунд до телекинеза и искали тачек виверу потащит к виверу чтобы посадить сид на развороте и через десваром забрать рубик фото кстати да смотри набрасывается на рубена у алоши проблемки из-за угла на стреливает и и смотри у него минус 12 армора ты знаешь сколько навешивать будет дерево там своими плюхами все спал жук умер от старости он переел возможно немного слишком много джаггернаута да передоз схватил и зевсуля тоже там уже подтягивался но в итоге остановился на отметке нижнего рунспота забрал там иллюзию и возвращается на центр где по-прежнему ризоль у ризоля 18 на 8 16 на 3 у зевса в этот раз мы видимо резолюшна нет проблем с крипто там хорошо бьет он пацанчиков так вот то есть бегу еще колд снэп говорит что там молнию хотел кинуть я видел ливень кармар харассен вокера уходит в никуда грубо говоря он идет за ману просто дерево дерево вроде как проблем особых нет ну 50 маны стоит это гадость он хочет лиса фармит с топориком то 92 плюс топорик так ты еще можешь талон себе собрать потом и просто ходить фармить леса этим дерьмо вообще на в расслабоне полу собственно вот он приехал аэрон талон мили дэмэдж 140 норм пойдет как обычно вот параж тоже 140 процентов не там 130 вольнее или 135 140 точно я тебе кричу смотрим 140 я как заядлый лесник тебе гарантирует а ну ты же там со своими такими лесными пацанами там основная фишка даже не в эти 140 процентов снятия да слушай тут каски летают но каски уже свою отлетали не знаю стан кинуть варкрай надо прожимать по-любому стан кулдауни поэтому нет кого его кидать и маны на него тоже не хватает в итоге умирает миша но умирает при твой пейн но укил достается с вену он все ближе становится гдс с гдс проблем таких не будет удачет немножко не по плану пошло зевс в итоге молнии помог своей всевышней и называешь и всевышняя нижняя это как колба только да я понял даже если где-то оговорился то вроде бы все норм у нас он тренд протектор умирает от нейтралов торнадо будет ли телекинез должны поднимать в этом смысл должен быть или нет не гармором пока ботал там дерево мертвое поэтому ливен армора быть не может а лоша а лоша да здесь будет умирать как-то как-то дешево реально все получилось опять вот задумка была неплохая переда убьем пока дерево в таверне и блин армора нет общественно пойдем все будет хорошо мы сможем его забрать недооценка своих сил идет и инблокер класса вексовский откуда у тебя дэмэдж вообще м-то собрался убивать этого зевса ну нанес ты мы обычно считаем то 200 урона дальше чем вы будешь добивать каждый выход империи каждый ганг заканчивается обычным минусом страны империи явно их месте попробую поиграть скажем так подождать пока на тебя нападают возможно дела пойдут лучше нападать вторую карту подряд не получается да нападают у нее действительно какие-то проблемы с этими вещами и смотрим пока по графикам по графикам все ровненько совсем чуть-чуть впереди спирит но это совсем чуть-чуть у одних фармит своему другие фармит джаггернау медведи тоже талон и на удара всем по талону м по прорезвому талону влез не талону очень круто эти вот 40 процентов которые ты там выход на хвоста вытлесли есть ли яс повесят жучков для вижена пошел стану и как больно здесь постутал делать не получится про мы сломали там айсберг выжил в миде на единичке здоровья наверное он просто пофиг он просто балуется с резолем башню сил тьмы на нижней линии на вот такой вот здесь получился нагловато из ассуше не листов не зваляется сил светом и центральному дадут атакуют работа ни у кого здесь нет на месте слушай ну как все плохо им перцев я посмотрю они не так много проигрывать 2000 но по игре я смотрю это что безидейно ты хочешь сказать вот это вот безидейно не получается никому все это это лишь не задевать даже своего не получается не то чтобы убить просто даже от диффанса поиграть когда этого мейн керри забирают под вышкой это немного странно это немного дизморалит на самом деле когда подобные вещи происходят вообще если на то пошло то у империи все и еще не так уж и плохо у них джаггер медведь которые формят которые действительно формят они все в том там в топе по на творчество нравится между ними то полтысячи между четырем четырьмя героями но вот земс в лейте он слабенький откровенно выражаясь если мы будем говорить про там шести слотовых джаггеров медведей 12 слотовых не нанос военов еще кого-то зерстом слабый а тот же инвокер джаггернаут и медведь они очень хорошие девс очень сильно смотрится против голых саппортов вот если у саппортов ничего нет он действительно там с одной верхней ультимейта может их закончить саппортом достаточно купить клок из которой ты потом собираешь себе как там глимер глимер надо и все и ты уже почти в безопасности хотя бы от непрямого прокаста тут эти там рефрешеров агонимов прочие фигни которые может может сделать западе на центр энергетики атакуют виверос нападает на алошу сразу сейф т.п. ну конечно без сейф т.п. ничего не поделать телекинез не помогут кстати немного помогли хотя бы спугнули вивера здесь как дерутся за лошу когда хвоста на ботами втроем щемили никто не прилетел дольше в этой команде играет у него больше связи везде связи везде связи все по связям даже сейф все через постель не знаю стиль саложкой постель сал но постели с хвостом мы уже видели даже на даже в фотографиях есть нарезка целая так кто налить попал тут на он тоже там потом оказался и спит с хвостом поводить его на личку смотрю на этой емпэ торнадо что-то как-то уныло тухленько реально тухленько вот это самое подходящее слово это именно тухленько и вроде бы что-то там покидался так пафосно выглядит все летают красиво да типа ну минус 300 маны у типов монопул там 800 soul ring арканы да да и все как мы ждем толпа людей если по кому-то дереву на 300 маны ок тем остальным дерево кстати уже получает 6 уровень прямо сейчас тим талон у меня тысячи сто на руках наверняка будет пытаться габлак опять собрать так кстати забрали хорошо забрали реально хорошие флайне получилось липом подцепить хотя не уверен что это помогло бы чем-то порол кстати латинг-болт у алохи и есть сейчас бэйн встрянет его реально убьют там 4 уровня латинг-болт на 350 урона темечка больно молнии но можно нормально за сандалить алоша аккуратнее будет 190 хп там есть бэйн у него брейнсап на 230 просто может подойти и черный высосать рубика гернаут гоняет в это время свена прекрасно понимает что ульту юзать бесполезно нажмется вар край все уйдет в никуда заслипали рубик идет ой ах рубик молнии закинул женой на валя в итоге получилось от минуса лоха флайка здесь тоже погибнет результать уйти найти его не просто высокого уровня век смей для того чтобы просто перемещаться в инвизи даже уже с плюсом для себя размен спорта на суппорта ничего страшного толком не произошло ни для одних не для других но фармит по-прежнему джиггернаут фармит медведь башню сил тьмы на центральной рассказывали наши аналитики чем силен медведь пабе тем что там люди не имеют никакой внятной координации они знают что можно пойти что правильно пофармить немного типа бишь крипов собираешь артефакт то поможешь драться есть герои которые чуть лучше дерутся когда у них есть артефакты а почему потому что слотов у них в два раза больше всего обычно герои к жира цель больше 6 12 больше 6 записывай так и запиши я вообще-то в курсе об этом я не знаю может быть кто-то другой не в курсе но ладно возможно это просто вынужденная мера вот тайминг от спиритов возможно будет учтен уже линза есть на зевсе выкладывает ее постоянно чтобы отпеваться надо так чтобы раз взял носил никаких выкладываний в моей будущем за деньги выложить продать но деньги не возвращаются ну естественно еще и комиссия с продажа роман на это в этом бизнесе я еще тот на уфигалате уходит а вернее хватило нету 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 могли бы под забрать резоль 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 с орхидом собрать урну посреди орхидов поэтому не совсем еще с орхидом интересно чем обосновано такое решение тут рубик пришел в шокучах вот тот самый рубик в шокучах которого я рассказывал еще на что там курьер смогут срезать а там сакрет летит боже мой курьер живи нет осел курьер сил тьмы 4 675 нашей паникой ммм ммм сейчас мы курьером три минуты безрадианса мммм мммм вкусненько пойду поформлю безрадианса естественно Ой-ой-ой, нормально пробивает Рубика, но Рубика пытается уйти! Молния, боже, это линза! Видел, он просто на максимальной рейнче его сандалил. Арк Лайтнинг. Компирин, что Аллок уже в это время показывал язык Зевсу, когда убегал, но Зевс показал ему язык последний. Знаешь, смеется тот, кто смеется последний. У кого есть молния? У кого есть молния с линзой? Да. Так и получилось. Так, Блинк появляется тем временем у Свена, и Зевс хотел сказать с Арканами, но он вроде был вашим силой тиму на центральной линии. Атакует... Важный силы, сильно на линзе. Важный силой, сильно на линзе. Сила и начинается скрипку своей сооруженным. Так, потому что на бот имеется один заупало, и ждет дальше хвост, хвост, рубит куль ассасинов. У хвоста там свой, по которой я сел, тимы, наверх, не жду. Друида дождаться своего радианса. Водика себе еще наделал. Забр, зарабр. но уфера зашелся с айсбергом сейчас подойти косточки маледик без варту просто сломать его зевца соленого хочу нет башню сил тьмы на верхней линии а то никто пока не хочет ни на кого эти нападать вообще со стороны империи все понятно у них героев вроде как кирирующих чуть побольше но у спиритов тоже есть определенные задумки возможно ждут просто появление из-за чего блокинг бара на рамзесе на самом деле сейчас ожидать ничего не надо как только ты знаешь что радианса нет три минуты и знаешь что он летел можно по агрессивничать с 3 минуты у тебя свободы действий нет хорошего артефакта он друид конечно дофармливая часть рецепт купил рецепт блин если еще раз сбить куру можно вызвать пожар мне кажется он друид поэтому идет час на базу и вот оставшихся пятьдесят пять секунд он проведет там греха подальше а ну что делает перед вообще а спирит стакают свой но я понял тут все понятно спит просто решили что сану необходимо чуть больше денег но это все все верно мы говорили уже про блокинг бар на рамзесе появляется игр club и помнишь вы вчера первую игру команды спирит когда он собрал сашу яшу и залил и все остальные когда у него не было саши яши да я как раз этим смотрю сейчас по бегушке по бегушке по бегушке автор лайф не спалился вижу по крепчиком не побежал вроде бы какой-то ну ну басоски поменяйте бегу криптику можно похарасить я вообще странно стал я ну это понятно жуки и фиши страйк кликов с вангвардом вот это вверх так чиньте сделают лимик армор вангвард устанут бить течи стихи есть пусть бьют и таймлапс тем более там злоу мишки мишка ведет отсчет до появления а курьер все уже летит летит просто ускорен он курьерушка до башни нормально заковали нам и орхит барабаны для кого-то там бурны перетит три минуты без курьера шиньи с голодухи налетели на птицу сел но это птица осел лишь крылья есть вроде бы встроенные механические не прикрыты так ну как они могут быть тем кожи прикрыты ну да этот киборг киборг я стал киборг нет вообще он похож на киборга у него даже челюха какая-то киборговская ну вот ответ на весь твой вопрос понял понял что стычка стычки не будет не будет хорошо теперь сами решили заварить хорошо хотите вы это хорошо убивать пойдем мы убьем наверно а тут молния перед пацаны по ходу на рашане и у меня поесть засветилась на много четыре точки было помогло жука на и полетели ом-ном-ном-ном-ном-ном наш не суть в жука на вивер руку заходит с вангвардом получает мне слышь таймлапс великолепно варды нет он не слышь и нет ничего нет а дальше нет я тратили динера я тебе расскажу потом одну замечательную историю аллаху ну ладно об этом потом у нас паник умирает вообще все умирают паника высосали и уходит пошла урна неплохой торнадо кстати но я ну норм торнадо им все пустые там кто-то стики просто нажимает попытка догнать сейчас аллошу аллоша шикучи аллошу а знаешь чего нет у аллоши у аллоши не было телекинеза по виверу когда он забежал пятерых а помнишь мы говорили про контроль по виверу у команды эмпайра то что есть только телекинез у аллоши есть только миг за него и держись но серьезная ошибка на самом деле была от аллохи из-за которой по сути рашана и отдали два ульта было сажено просто молоко торнадо по двоим не абсолютно без маны атакуют левинар мы вот подхеляли а это айсберга айсберга пытаются спасти а лоша бежит у него по-прежнему не телекинеза потому что он куда причина болевать на нижней линии атаку и кажется все убегают может быть флая здесь заберут и стиль кинез подходит панда панда съедает но обделались этим иском потеряли ничего страшного совсем не произошло башня сил тьмы на нюран продали немножко с нашли сил света на цели стал подфармливать он на первом месте идет в общем зачете вроде бы денег на топе заберет такой пока ван не заберет он он видит трех пацанов и и медведь бьет то есть что он всех видит почему он убежал так у него телепорт есть башни сил тьмы на нижней извините был напуган ну не знаю ну ладно решение возможно было командное забирает пошли жучки как то это будет продолжаться мишка мишка получает стану шишнет наваливать минус арморста кается опять торнадо ноту в этих узких проходах бесполезно стоять что инвокер всегда всем попадет да как бы он не старался попадет действительно всем пока что у нас там по графикам пообщем произошло про произошло у нас то что спирит пока впереди тысяч на шесть но мы уже обсуждали тему героями команды empire что эти там тысячи шесть они могут очень быстро превратиться в ничто если залитом одну драку а а герой у имперцев мне кажется более качественными тут этот зевс пока доверие не внушает я он пока еще норм пока еще силен пока там бакен баров нет к залюшин торчина вид габлака можно попробовать хочется ведь конечно сделать салу килл тешинг ультер вы нельзя вот подходит вся команда про затыкают габлака габлаку очень больно бэйн должен заслепать тимбрит на медали забывать это минус флайк без варки ищи я просто ноу пирс и его на гриво за алоша творишь алоша ладно вот что тоже тут немножко припад умер шоу 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 и да и эфир пришел а медведь пришел так может даже драться каски летают рамзы сослушали подходит фаник и этого и этого тоже можно хорошо на мишку-то наброю на мишку на зевс он просто наброситься и убить его поэтому надо убивать зевса почему вы не убиваете зевса там зевс есть у него нет с кучей он просто мертвый вот все наконец-то добрались до зевса окей зевса убили хаегис на него и а чё он сделает дерево подходит дерево но жук попадает только по мишке по спирит бэру и уходит ну непонятно как подрались скоро отдали инвокер конечно выжил медведь поднабрал плотно вот это хорошо потому что мишка это очень важный персонаж сейчас в стане тим импайр и на него делается действительно серьезный упор там дерево байбайк делала автор может погибнуть сурный догорел так слушай ему то 620 голды только что отсыпало за что за вивера у него два фрага что происходит 620 голды может кредит какой-то был и преимущество вроде бы не слишком большое ну ладно окей а может фрок что-то подмучивает фраг помогает типа накручивать вирус стоимостью да 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 трансфер мы так еще торнадо хорошо дальше можно нападать там урна колд снэпчик наверное кармар уже висит поэтому не пробить не успел просто повесить поэтому я на халяву убежал и готов почти огонь утрен протектора три сотни опять незаметно габлак подобрался гоним да вспоминаем всю эту же игру против нави вторую карту но там как раз они и проиграли несмотря на то что у них вроде бы все было замечательно там появился инвокер с акторином тоже вроде были чё-то типа того а не там был свэн без ножек там был свэн с сатаником на там был свэн сатаником и инвокер с акторином да вот там два было фактора это было круто я ну тут пока мусор у свэна в инвентаре вроде бы нет все пока по делу и блинк нужно бкб и доминатор все артефакты нужны выгод здесь пробивается перед мира а на топе хвостевич я барабан очень быстрый 1900 на руках падает мощность ведь доктор ведь доктор сушок тот самый чтобы хоть как-то защититься от зевса урожек он тоже имеется линии атаку зевс не самое грозное оружие сейчас на карте теперь ну когда появятся всевозможные там нул филды например замокшены которые будут понижать магические там хорошо даже не поливая будет резоле разбудите резоле он рассказал о гуэм троих проявит на заслужен он же просто всех похоронит и вивер еще приходит я тоже хочу земельки присыпать и присыпать ведь нашли кажется здесь паника нет ушел у нас они че там кто прыгает на хвост да он тут что-то совсем затерялся но у него конечно очень активы артефакты типа не на дэмэдж скорее на живую часть ну там корни все дела надо из них как-то избавляться этим антострелы вроде тоже обоснованы но драку и перцы проигрывают в мясо ну там очень хороший врыв от рамзеса рамзес очень хорошо сыграл да там он просто молоток по троим выдал и плюс еще там два или три удара по этим же троим пацанам они такого не смогли пережить тулар крест у вивера уже траве ра просто невозможно убить мне кажется вот это про линкенспеер учетом говорили вот он ночной кошмар вивер 1300 хп который вообще никак не заберстить контроля нет никакого миссы есть четки не собрался делать этим его россом бежать спасаться вроде бы и тебя толком не бьет но у него там минус 10 брони сразу тебе кидается кстати может вошел дерево уже хороший пиковчик вот прошлой игре да возможно у кого-то возникло ощущение то что резолюшн на плохо сыграл но сейчас я думаю все эти ощущения должны кануть в небытие резолюшн единственный пока кто эту игру держит на более-менее ровном уровне у него тут шесть фрагов очень много пиков он уже успел сделать мишка есть лип подходит after life рамзес пошел стан есть жучки кучи минут арморов фаник просто сломали 381 залетел на и почти готовы кирасу свена еще больше минус армора ты представь соло крест кираса жуки чё не дай по какой-то дизоляторной между начиналось в прошлый раз с чего все начиналось с кираса то именно кираса том сатаник ну сначала потом а потом 250 урона ну ладно 500 урона а у врага 85 брони и как ты собрался бить своим ну своей физой не ладно пока кираса норм плане темпа она еще ок плюс вивер минус армор кидает но вы не можете ну настолько за минус арморить противника чтобы ваша атака в 50 окупалась это достаточно затяжной процесс разбирать это просто медведя убирать и медведя можно хорошо вкусить там solar крест как бы и у медведя же очень кисло аркин руна для зевса страшная на самом деле штука кстати да аркан руна на здесь все это вообще ужас тихий видят инвокера бегающего по центру это же перед фармят имперцы фармят очень увлекательная фармильная игра но в этом фарме пока что побеждают спирит потому что они вверх экономической приму резоль на это что здесь север и резоль да и вот тоже нужно в куре только достык ничего страшного это неплохо ну да ну хотя бы не поставили товар кирас кирас к уже готовы и нет лейтмейла не хватает ты щенку осталось рамзесу доформить до фармичес никаких теншент их до делает очередной стак тут хвост я смотрю тоже ждет иншентов интересно посмотреть на белка хвоста вот у него сейчас вот этот джиггернаут который вроде бы и классно дерется потому что у него много статов а над зевса не так сильно страдает зевс кстати с актарином ладно пойдет относительно пойдет можно было конечно что-то более внятное собрать у него вживаемость чуть больше становится поэтому я говорю что пойдет что хп действительно становится ну и хило выше 450 здоровья все-таки добавляет этот актарин вот видишь инвокер хотел себе больше хп чтобы дольше жить ты можешь убивать и не дольше жить но это потом потом уже не наступило в итоге он выиграл выиграл спасибо гералюту за это спасибо гералюту за это проверка идет пока рошанов но рошан еще не появился и вот сейчас должен появиться секунд через там 10 15 и просветочка еще и одесса очередная появляется crimson guard у вивера то есть я прям вижу заглавие заголовок новостей типа ученые изобрели микро доспехи одели муху в эти доспехи дали ему щит дали ему щит кольцо и броню да 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 просто левша за что-то то это за мусан и но интересное интересное интересный билл я ни в коем случае не осуждаю у него есть конкретное назначение целевое вивер живет вбитывает урон вязать таймлапш и команде своей помогает не смеет гварда естественно за счет фор креста медведя быстрее все еще и здесь отдают зису теперь его тоже бессмысленно бить и в итоге всех бессмысленно без всех бессмысленно бить вивер овер толстый дерево надо нажать одну кнопку свэн с блэкинг баром и кираса его очень трудно пробить банально просто не полтул с арморой но если на свэна если на свэна в один неловкий момент сработают корни что делать я не уверен что убьют за эти корни его не будут убивать он никого не убьет природ по троим ты посмотри как вижен верхняя девса о ее жучки пошли есть вижен в резоле кстати нашли резоль пока еще бегает бегать ему осталось совсем недолго действительно жуки жуки летают все летает при герои команды импайр тоже летают не искреси медведь тоже не будет отпускать так пойдет да но знаешь в свете этих событий не то чтобы я кого-то хоронил но кажется тут из из 2.0 ладно я к чему клоню то что для тех же нави это только в плюс потому что империя не получает очки а империя является прямым конкурентом самым прямым конкурентом сейчас битва разразится конкретно между этими двумя коллективами что спирит уже скорее всего первое место на сколько шесть игр они только на себя самим за мной и выживание 8 у них 8 игр 7 побед но есть один из этих горлов и граунд оппоненты не сражаются медведь конечно горит тут ножку терекин с рамзе с букинг бара нет отпрыгивать дайкера пинг армор хорошо сторону забрали убежали спирит молодцы там счет и два стоят поэтому дальше не было смысла сейчас продолжать драку тарвала появляются у зевса медведь отзывался вводится тоном но потихоньку будет выходить свой рефрешер стандартный по варкин руна забирать верой как классно ты бегать эти кучи работают дольше чем откатываются паркин руне варкин руне отторм миленький герой очень это как у пуджа до который с аркан руной и актари нам пока у него летит хук а из аганима уже естественно пока у него летит хук у него уже новый откатился это норм это норм за что он деньги будет ванить промазал и промазал там скорпион герой 11 11 кстати рут сейчас блога блока просто божественные в этом пойти да 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 жужуки туда налетели вот как раз то то о чем ты говорил такие тонкие суппорты которые вообще болт клали на оборонительные меры нет не все вич доктор в курсе вич доктор купил себе клок он поэтому и живет чуть дольше ну не обеспечиваю рубика не я к тому что у рубика линза ну там типа 15 спала резистанса нормально ну ладно пойдет я просто чем свой был филд на пятнашку есть в принципе у него 45 процентов сокращение магического урона если на него навести 45 процентов она видят хвоста бутли рутать хвост ждут как будет прожимать юри ты паут вот не глупый должно быть торнадо плотера торнадо от инвокера ты паут умер умер дашкевич все ничего с этим не поделать просто скуклился так сказал на инвокер когда ему команду можете там по подставить чем ты умер дашкевич все ребята не чокаясь либо хорошо либо ничего дашка был молодец хороший гернал хорошая это мы неплохо фармил он же еще жив чуть тянуть ты вообще диффуза зачем здесь диффуза как думаешь ваша мусил тьмы на нижней линии атакуют я даже не знаю силансов вроде нет может быть рут скидывать или ливень кармар ну вот чё-то типа вон на верное дороговато как-то да я вот тоже потому что возможно у того не стоит башню силу от может швена типа подкаетесь случае чего башня силу 1 на нижней линии разрушена возможно действительно есть какое-то конкретное назначение увидели увидели есть просветка также еще у каблака так что резали что лучше не подставляться на преимущество уже порядка 15000 по золоту и по experience это очень много для 35 минуты по игре это очень много это чувствуется то что сейчас им перца не крайне две нашли . инвокер вот честно в украунде бегает никого здесь не ведет вот только сейчас гипотетически могут заметить дерево на дерево в инвизи поэтому никого здесь не спалят она вот первая встреча находит зевса идет кажется приплыл очень быстро его убили секунд сеть саверни можно попытаться инвайбэк какой-то развести вот они зарабаны нажимают шари там 448 поехал лэйнов подпушенных нет кроме топа топа часа вивер старается всеми путями откинуть и у нет и получается и у вира появляется дезолятор он реально решил за минус арморить настолько в мясо ну конечно да минус 17 это реально много на кого тут не кликни тут самый армированный сварм он действует периодически поэтому его не особо считаю про конкрет первую птичку которая вот залетит просто залетит по минус семнадцати брони вот у инвокера это десятка останется условно и у вас почти ничего я молчу про вещдокторов рубиков они просто умирают буквально со мной это от 3 плюс 2 и минус 17 занимательная математика если еще и рядом с тобой кираса дарь боже а по встрече может быть вас проснулся там заслу пока фир вернее но у фир башни и бэйзи это мой центр но пока на него не нападает силы света укрепили свои сооружения привела появились у дерева дерево такой совсем глобально мыслит и не ставлю фрешку добирать удаст войтстоун у него так и остался но действительно не рефрешер и немного странно возможностого рефрешеров сразу же себе сварганить и вот он доедался вот вот этот тот самый билд про который мы просили рамзеса когда он нкб хоть и не хватает и все туда тут же по сути крест крест череп гроб одна критуля какая-то вылетит рандомная и что пол команды импайр сляжет поэтому свою сейчас единственное что нужно дерево дерево делать не дать пить подсветили и все и всем нужно срочно срочно бежать на самом деле рубик даже со своим офигенным резистом в 45 он все же очень сильно страдает свен заходит нажимает бкб пошел молоток она уберет фаника раз два три убивает он фаника в это время дезвард разорасстреливаться через два тренировать показки летают на бейна переключаются война тоже можно убить там три героя если чё уже погибло но не горло на туры да еще одна флюха еще один фраг залетает молоток так же волошу еще одна подача девства истепелила бейна только что но это минус 4 это только резольвер и дал подпушен очень сильно и сюда сместиться можно пытаться зайти на хай граунд вроде как не торопится пока можно и пофармить еще немного хотя 2000 на руках мундшарт можно какой-то собрать твою или кому да можно больше атак спида большие шансы то что вылетит удачно и плюха есть не будет определенно лишним не будет по сути сейчас можно почти все что угодно собирать сейчас даже сатаник может быть норм потому что у тебя уже даймут же просто за глаза аппарату врага нет так мы видим слушал хорошо справляется уже под 600 криты вылетают но и чё делать и перцем такой ситуации абсолютно непонятно не формят практически то есть вот есть мишка с кираса и рейденцем но это мало то есть мишка имеет 12 лотов заполнены из них два вообще-то а уже как бы 38 минут если что на 2 400 есть возможно следующим слотом какой-то башерок бы не помешал и просто все-таки пытаться этого своя на хоть как-то раскатить вообще медведя мне кажется одна задача должна быть это просто попытаться пару раз плюхнуть своя на либо заставить его убежать не знаю что то нужно делать с этим своим 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 пока главная проблема было видно как свин заставляет медведя убежать то есть когда свин плюхнул фанику фаник решил что пора убегать не его драка это к примеру как сработало вот это только пассивная обилити если ты выдаешь плюху на две трети здоровья врага он пытается тебя убежать ага ним у инвокера от шива ага ним по хит ну падает ирошан 1300 1300 ну а чё норм с шансом 30 процентов не шансы высокий там ведь у дайдалуса с давних пор до 25 до 30 подняли понизили критический урон с 240 вроде бы до 220 но там скобочка была поправка на то что конкретно урон в процентном соотношении повысился там что-то на два процента вроде бы сегодня так сильно бафнули в некотором смысле но когда тебе нужна чистота критов да когда тебе нужно нанести пять ударов это огромный буст потому что вероятно действительно выше если я нужно было нанести 500 ударов это бы естественно никак не почувствовал как у эмбера с доедалусом карасы с рапирой какой-то то есть не факт что надо именно ту большую цифру которая вылетит что вылетел крит будет он там два с половиной или там давай 300 или там да это вообще без разницы тебе важно его наличие ну вот он сатаник просто для того чтобы не умереть хп много у плюс чего урона все-таки он добавляет и так вот 25 силы которых победили будет густиться в общем норм пока team spirit не торопится заходить на хайграунд поспорим то что преимущество по-прежнему 15000 у них оперлись немного этим empire они стоят на хайграунде них defense of the ancients начинается вообще-то у спирита сейчас очень важный момент то есть грамотно закончить эту игру нигде не лохануться не подставиться потому что всякое может произойти пока свен очень силен не знаю если вдруг рамзес где-то ошибется или все слишком хорошо сделают имперцы то еще есть конечно шанс на победу ударов но вот сейчас я смотрю появился рефрешер зевса и рефрешер еще из эйзер лэнсом как больно вроде бы 8 процентов но это же x2 трубик бегает со своим нулфилдом он должен вообще всех охранять сейчас всем давать этот самый нулфилд носится вивер в одиночку чужих лесах но у него как бы а егиз девочек своим подевался вот так вот свой на бы сейчас выцепить 1 вот здесь вот бегущего и убить его один раз заставить сделать бэбэк убить дорога как нет тем более у него бэбэка нет и просто выиграть катку как людей из команды кунтику это роман вот на таких мувах это было на сегодня один такой мув на рошане когда аллах астерики на сфера не схватил башню сил не настолько не был ключевой момент смысле что после него ничего не силы не сломали но рошана отжалишь примерно халяву это достаточно быстро пушат сеть прекрасно понимают но тут виллер за счет того армора который он дает вычки тоже падают моментально и раз 12 брони по тару половина армора слетает там вроде бы и блашки мы там закабы и продвинуть в сторону очень все правильно но это работа погибнет они даже не дают нажать дау в итоге погибает 90 секунд вы не будет оба тогда дальше надо дальше гнаться надо убивать девс и нужно убивать их остальных вот 1 и башки айсберг раскасовывается не хватает щекочет здесь аузлана флайд тоже погибает минус 3 на один барак это неплохо кстати сейчас сделать тп какой-то на травелах на ботом попытаться понести нижний лайн может разменяться можно неплохо действительно но травлов там в наличии нет в принципе и даже если бы там хотя бы одни травла были то дерево с игром без проблем отковырялись от одного двух героев теперь очень-очень опасный тип но пока мы видим что им перцы очень не хило огрызнулись вот это серия смертей она уже немножко накаляет нам саловку в общем сил света определенные линии атакуют но вы видите начинает подбираться смотрю нет вот чем проблема не шла сел сыгран они хотят развести своя на на байбэк а байбэк это и нет 20 секунд там подала критит медведь он просто эту вышку съезд как бы из-за этих пятнадцати секунд он просто переключается на барак и смотри кули залетают в бараку боже мой были закончились у него инфибл кинули на него вообще кинули абсолютно все и solar крешку новую мишку надо нужен нужен новый медведь на медведь есть но его пока что фаник не вызывает возможно не хочет им рисковать слип на ноуфира ноуфира отсюда не уйдет не добили не добили барак ноуфира добили и добили возможно даже рубика сейчас главное чтобы не добили сейчас медведя верю конечно мало способов вгрызться в героя кроме как с форм 1600 теперь байбэк а нет 400 монет не хватает на байбэк не все так просто мишка скоро заведется рефрешером спалили сейчас алошу алоша съел дерево алоша кстати с гемом поэтому он вот так вот дерзко действует ломает деревья и еще при этом делает апаут просто браво просветку ну очень неплохо он там ресурсов заставил потратить у команды спирит заставил их также перетянуться но перетянуться куда туда куда им в принципе и нужно было перетянуться они изначально хотели зайти на нижнюю линию появляется абиссал вот это уже конкретно угроза настолько прямая угроза для свена и там не бкб не помогает ничего не помогает если отхватил абиссал и в тебя просто вгрызся джаггер инвокер и медведь тебя уже ничего здесь не спасет некий ливен арморы вообще об этом речи быть не может если ты успеешь нажать там бкб сатане ты моментально стоишь если ты успеешь что-то нажать 3000 хп не так тяжело снести трем мощным убийцам с руки там между прочим у просто инвокера уже 250 атаки с руки и еще 4000 на руках есть там еще можно что-нибудь такое толковое дособирать ну хекс я за хекс голосовал катаринка будет карета шива быстрее откатывалась конечно же и у орхит тоже как же круто когда скиллы быстро откатываются на целых 25 процентов так увидели рамзеса иллюзии тоже немножко пакостничали там butterfly у хвоста очень крутое приобретение кстати против свена это очень круто теперь можно даже попытаться потанчить я бы на месте джаггера не слишком увлекался конечно потому что можно отхватить один крит и умереть но какому нибудь вич доктору который право говоря так вот именно поэтому тебе надо дачить чтоб крит есть и сработал то конкретно по тебе что вроде как с butterfly им по тебе должно сменьше доли вероятности залетать там будет какой-то вич доктор то все гулся аганиму рубика а чо дает аганим это можно воровать бэйна ульт с аганимом и и главную выжить они своровать уроки к главные задачи выжить не так если ты своруешь ульт бэйна то ты как раз таки и выживешь потому что вот этот город засыпает просыпается мафия именно так все и получается ускорение 47 минутам преимущество упало до 12 с половиной тысяч по золоту в экспе 15 ну и спириты не торопится заходить на хайграунд хотя предыдущий заход я не сказал что был провальным то есть каждый раз заходите забирать милишный барак это это действительно норм тем более дерево то играет не за команду противника за вас поэтому регенерировать эти здания не могут любой какой-то рандомный заход крипов или не знаю там под пуш там дерево через перед биро мишка на мишку надо убивать мишку убили это неприятный момент что нужно срочно вызывать нового реально срочно вызвать но чтобы сразу пошел кулдаун на следующего вот действительно две минуты это много в условиях нынешней вот ситуации две минуты это игра прощаку сон страйком наличие рошана рошана пока нет наказан забавно мишка я не стал рисковать вот вот об этом же подумал и фаник сразу же его заслонил обратно еще подсветочка от зевса кажется было сразу по пинговали на медведя что нужно его забирать медведь исчез несколько турист километра кидает свой арклайтинг его не достать ну за счет этой линзы метра зайцы и кастует то есть его там даже на ризоль нашел флая и у флая проблема хватит умрет сто процентов гуас дать спать золото с диффуза пригодились действительно потому что бог снял хвост очень быстренько хвост снял гост вторая игра можно можно было попридирать роман ну сейчас же он это сделал я не могу записывать это потом рассказывать типа а вот знаете во время второй игры на сорок девятой минуте у меня было озарение заключение это сделать хорошо следующий раз так поступлю жуков очень быстро здесь сковыряли практически без маны хоть что-то прожмёздить поражала и он просто не дают бить вот хотя и сучу еще разок ударит то будет беда вот он руби который просто чуть не умер укатывается я не заметил зубы был ли использован обисал просветили а лоху и элегантным движением вот этой и елды каменной здоровенной это нельзя назвать меч это просто какая-то хреновина вот он еще так демонстративно встал фировский до фирмейкер называется из этого как он называется free-to-play фильм точно ну байбеки есть нужно делать прям тоже сейчас что куба на опять быстрее прошли надеяться суппорта что их помощь не понадобится а для вообще нужны если вы на это надеетесь делать и байбеки и тряпки там с пока не нажимает он сейчас прожал сплышу он пытается хоть кого-то не опять сработали но он бьет просто подошел в бараку этот момент на бежнишки траться нет смысла и это действительно good game well played 20 для тим спирит я уже почти поверил в то что имперцы могут делать на верхней линии разрушили силы света не ну понимаешь когда момент когда они контролили свена что было действительно прикольно но вот сейчас что-то не пошло я что-то писал там не видел может быть он был я не заметил там слишком же быстро убили вич доктора потом какой-то сплэш рубику пришла рубик забежал брошь пид бедолага и в итоге кстати очень много фокуса было по непосредственно свену то есть в него потратили абсолютно все а вивера и со счетов списали он просто бегал жуков навесил и с дезолятором вот это меня как раз таки сбили к тому моменту но да но сам солар крест и дезолятор он ну конечно очень сильно